Приветствую вас, давайте мы разберем ваш вопрос. У меня двое детей, они двойняшки, один из них спокойный, тихий, закрытый в семье, любит все держать в себе, аккуратный. В то же время он любит все качественно и дорогое. Учится в одиннадцатом классе, учится плохо. Долгое время не спал ночью, спал утром, не ходил в школу, не нравились учителя, не нравились одноклассники с его слов. Все время привирают по разным поводам. Занимался баскетболом, но так и не попал в никакую команду. Музыку слушает только русский рэп, типа Кизару. Были случаи, когда брал мои деньги из сумки без спроса. Как оказалось, он сделал ставку. Деньги вернул, но это его не остановило. Говорил много раз, что не ставит, но я случайно выяснял, что ставит. Ставки на спорт ставят. Спрашивает Юлия. Ну что ж, Юлия, давайте попробуем разобраться. Первый вопрос, который напрашивается лично у меня. Почему вы решили, что у вашего сына именно зависимость? Но он же может просто ставить, делать ставки на спорт. И все. Почему вы решили, что у него именно зависимость? Здесь. То есть, ну... Вы говорите, что это было не один раз. Но описывайте сами так, как будто бы... Вот... Тот случай, когда он у вас взял из сумки деньги, как первый, как будто бы. То есть, у меня сложилось ощущение, по вашему тексту, что это недолго. И у меня сложилось ощущение, что периоды были. Хотя вы говорите, что много раз. То есть, мне бы хотелось как-то вот какую-то длительность здесь раскрыть. И все-таки действительно убедиться в том, что у человека зависимость есть. Вот. Потому что он может это делать, но без зависимости. Дальше. У вас двойняшки. И двойняшки это очень часто история про определенные конфликты между детьми. Потому что похожесть, потому что противоречивость, ну, присутствует очень часто в таких ситуациях. И, в первую очередь, конечно, поведение вашего сына, это свидетельство об определенных проблемах в семье. Поведение вашего сына, это попытка как будто бы что-то доказать. И поведение вашего сына, это как будто бы, вот знаете, зависимость, это история очень, ну, очень часто, это история про избегание чего-то. И вот, на мой взгляд, нужно обратить внимание на эти вещи. То есть, то, что ваш сын делает, а именно, то, что он плохо спит ночью, спит утром, учится плохо, не нравится учителя, да, и так далее, говорит о наличии у него определенных конфликтов. И, я не знаю всех деталей вашей истории, конечно, но, на мой взгляд, вот как мне видится и как мне кажется, ваш сын сталкивается с некими, как ему кажется, требованиями, вашими требованиями к нему. По моему взгляд, он пытается этим требованиям соответствовать, у него это не, ну, у него это не получается сделать, и мы имеем в итоге такую вот его поведенческую реакцию, да, которую, которую вот, собственно, вы описываете. Я думаю, что вам нужно посмотреть, и как следует подумать о том, какие вы можете требовать к человеку. предъявлять, что это могут быть за требованиям, что они могут из себя представлять. Я думаю, что вам в основе зависимости лежит несколько аспектов. И первый и самый главный аспект, это, конечно же, аспект потребностей. То есть, у ребенка есть определенная потребность, вот, которую он пытается реализовать, скажем, теми способами и так, как он умеет. Вот как у него, как у него получилось это сделать, как он научился это делать. Конечно, это далеко не все основания для, ну, приобретения зависимости. Но, то, о чем говорю я, довольно важно и является, скажем так, определяющим моментом формирования такого поведения. Необходимо понимать, что зависимость является следствием, но не первопричиной. Первая причина, она, она в другом, она в другом. Только, естественно, что без информации о вас, о вашей семье, о взаимодействии. Ну, как бы, вот, в вашей семье, мы помочь вам не сможем, потому что нужна информация о вас сейчас. А вам абсолютно правильно порекомендовали модель жесткой любви. Это то, что нужно делать. Вот, вы говорите о том, что ваш сын любит все дорогое. Вы говорите о том, что у него есть к этому тяга, дорогое и качественное. Дорогое и качественное, это про самодостаточность. Про ценность. Это когда человек, как бы, выносит свою ценность, ну, вот, в некий такой, если можно так выразиться, в некий внешний аспект. Да? То есть, мы здесь говорим о том, что ваш сын решает проблему, проблему своей ценности посредством чего-то внешнего. Ну, возникает вопрос, и вопрос, как мне, ну, как мне кажется, вполне логичный, а почему у вашего сына вообще появилась такая проблема? То есть, почему ваш сын, да, как бы, сталкивается, в принципе, с необходимостью решать для себя, вот, проблему своей ценности? Почему, грубо говоря, у него есть некие, 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 может быть, основания полагать, что он может быть нецелем? Вот, это очень, на мой взгляд, интересный момент, на который вам нужно обратить свое внимание. И ваша задача, как вы спрашиваете, да, о том, как, значит, попроску избавиться от зависимости. Я задам вам немножечко здесь встречный вопрос. Ну, хорошо, предположим, от зависимости он избавится. Допустим. Допустим. Но что он получит взамен? Что получит взамен ваш ребенок? Зависимости у него не будет, вот, но вместе с ней он что-то потеряет. Он потеряет для себя какой-то способ реализовывать, удовлетворять какие-то свои потребности, которых плюс-минус он удовлетворяет сейчас. Да. Так и зачем же вашему сыну в таком случае, если, условно говоря, он только теряет и ничего не получает, да, зачем ему отказываться от, вот, ну, от этой зависимости? Для чего ему отказываться от нее? Понимаете, какая штука? Я не думаю, что прямо сейчас вы можете ответить на этот вопрос, что мой сын получит, если откажется от зависимости. Понимаете? Нельзя, эм, просить, требовать от человека от чего-то отказаться, не предлагая ему ничего взамен. Поэтому, речь идет не о том, чтобы избавить вашего сына от зависимости. Речь идет о том, чтобы ему, она, то есть, вот, ну, то есть, вот, такое времяпровождение, например, чтобы ему это стало неинтересным. Чтобы ему было неинтересно заниматься такими вещами, чтобы у него была более интересная возможность для времяпровождения. А для этого необходимо, в первую очередь, уделять человеку внимание. Здесь мы само собой подходим к тому, как вы общаетесь со своим ребенком. Когда, при каких обстоятельствах, при каких условиях, вы обращаете на него внимание. Как вы проводите с ним время? Если проводите время, вообще, проводите ли вы с ним время? Опять же, ну, опять же, вообще, вот это, на мой взгляд, очень важный момент. Как вы, как вы взаимодействуете с ребенком? Понимаете? Вам нужно вспомнить, когда, при каких, при каких обстоятельствах, вы обращаете на него свое внимание. Когда вы с ним разговариваете. Вы говорите ли вы с ним как? Сравнен к себе? Или нет? Да? Вот эти, эти все моменты, эти все моменты, очень важно исследовать, очень важно прорабатывать. Потому что из них, из этих моментов, по сути, и формируется та стратегия жизни, если можно так выразиться, вашего сына, который он пользуется сейчас. Конечно, я бы сказал, что деструктивность поведенческая вашего сына может быть связана с определенным дефицитом его, ну, его потребностей каких-то, которых мы, конечно же, пока не знаем, и, на мой взгляд, наша задача заключается в том, чтобы сделать так, чтобы эти потребности были закрыты, и чтобы человек почувствовал, что у него есть выбор в том, как их удовлетворять. На мой взгляд, на мой взгляд, настолько такая стратегия позволит нам оказать реальную существенную помощь человеку. Да, с зависимостью достаточно сложно, довольно сложно. С зависимостью работать и довольно сложно от зависимости избавляться, это правда. на мой взгляд, потому что здесь, ну, на это, точнее, к сожалению, влияет множество факторов, и не только те, о которых я сказал. то есть есть еще факторы, например, например, среда, да, например, определенные ассоциативные моменты, вот, и некая неудовлетворенность, то есть ваш сын, вот, он занимался футболом, и у него не получилось это сделать, то есть это вот вполне тоже могло его травмировать как-то, вот, то есть, ну, попытка, попытка, вот, попытка чего-то достичь и, ну, не приведящее, не приводящее ни к чему, да, это вот довольно, довольно тяжело, довольно-довольно-довольно-довольно-тяжелый момент, для человека, и справиться с этим в одиночку, да, мне почему-то показалось, что ваш сын как раз-таки справлялся с этим в одиночку, вот, я ни в коем случае не хочу вас обвинять, да, ни в коем случае не хочу говорить, что вы что-то делали не так, как было бы, с моей стороны, некорректно, вот, но я думаю, что, вот, определенный, определенный, скажем так, определенный опыт в своей жизни вашему сыну пришлось, и, я думаю, приходится приживать самому, вот, то есть, как бы, ну, не разделяя, вот, свои переживания, ну, с вами, например, опять, вот, поэтому очень много есть нюансов, и мне кажется, что, ага, самым правильным решением, да, было бы, ну, вот, приведение вашего сына, точнее, жизни вашего сына, ну, скажем так, в определенное состояние, я бы не стал, наверное, говорить про порядок, мне кажется, что это было бы не совсем корректно, и я, честно говоря, не думаю, что конкретно порядок может, помочь, да, я так вот не думаю, я думаю, что сначала нужно понять вообще, что для вашего сына важно, и что у него болит, вот. Мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, говоря о том, что нужна личная ответственность, был абсолютно прав, но самостоятельное желание избавиться от зависимости и смотреть на это, как на проблему, то есть, ну, то есть, вот, восприятие каких-то элементов своей жизни, как что-то такое, вот, знаете, ну, что-то мешающее, да, ну, вот, возможно, только если я понимаю, что может быть лучше, что может быть лучше, что я могу лучше, что я хочу лучше, только в этом случае можно говорить о таких моментах, как вот, некая такая кооперация, понимаете, да, и вам с вашим сыном нужно находиться в этой самой кооперации, то есть, нужно, чтобы вы были, чтобы вы сопрудничали, а не конфронтировали, а поэтому вашему ребенку нужно понимание того, зачем ему то, что вы предлагаете, для чего ему это? Вот это, на мой взгляд, является основой, если мы хотим помочь, действительно, помочь человеку, ну, помочь вашему сыну, а не просто вот, значит, значит, решить, например, проблему того, что он не соответствует вашим ожиданиям, например, или решить проблему того, что вам стыдно, поэтому, прежде всего, задайте себе вопрос. Вот то, что я пишу сюда, вот, свой текст, то, что я задаю этот вопрос, уверенно ли я, что делаю это для него? Для, ну, для сына. Вот. Уверен ли я в этом? Уверен ли я в том, что делаю это для него, а не для себя? И вас никто не обвиняет ни в чем. Вам никто не говорит о том, что вы какая-то плохая, если вы делаете это для себя. У вас тоже есть определенные, могут быть, могут быть определенные проблемы, и вам хочется их решить. Это нормально. Ну, давайте только будем тогда разделять проблемы ваши и проблемы вашего сына. Это все же разные вещи. И смешивать их воедино, идея совсем не лучшая, потому что ребенок непременно это почувствует. Что решает, решает проблему не его, решает проблему другого, ну, человека. И в этом случае ничего хорошего у нас не получится, потому что, ну, не будет сотрудничества и не будет психо-эмоциональной связи между, допустим, ну, допустим, маме, да, и, собственно, ребенком. И вот. Поэтому вот такая история. Как видите, есть довольно много нюансов, которые необходимо учитывать, если мы хотим сделать все правильно. И если у вас имеются какие-то проблемы, то, само собой, лучше, если вы сначала решите их, а уже потом будете помогать своему сыну, поддерживать его и направлять для него опоры. Это нелегкое время, потому что я уверен, что ваш сын страдает. Я уверен, что вашему сыну тяжело. Я уверен, что у него есть довольно сильный внутренний конфликт, который он, очевидно, пытается решить. Но вот делает это постольку, поскольку может, то есть, ну, плюс-минус, да. Вот. Умело, не умело, но старается, в общем. Вот. Я думаю, примерно таким образом можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Всего самого доброго. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...